Да, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Ну, что вы скажете про ЮНЕСКО? Сказано, что они уже окончательно отняли у евреев храмовую гору и стену плачу. Ну, и на здоровье. Это такая организация, которая зависит от всех. С одной стороны. С другой стороны, конечно, непонятно, каким образом загнали эту организацию, хотя ее руководитель сбоку и опротив, но загнали эту организацию в такое состояние, когда они принимают такие... Судьбоносные решения. Нет, не судьбоносные. Просто противоречит всем основам этой организации. Как можно вообще говорить о том, что еврейский народ не имеет никакого отношения к этому месту, к тому храму, который там был, даже к стене плача и ко всему тому, что есть. Когда все всегда об этом знают и говорят, это не просто вылезло сегодня, как какое-то историческое открытие археологическое. Это просто говорит о том, что то, что сказано в Торе, это выполняется. Сказано, что если мы не придем к объединению и не покажем миру свет этого будущего... Евреи, Израиля. Да, народ Израиля. То тогда мы этим подставляем весь мир под исламское завоевание. И Европа начинает перекрашиваться в зеленый цвет ислама. Причем арабы, они не просят, чтобы их принимали. Они приходят как хозяева. Они не вступают ни в какие переговоры с европейскими правительствами. Они пришли туда, чтобы уничтожить все государства и все народы, сделать их только лишь народом ислама. И поскольку это все идет точно по программе творения, то Европа под это просто себя подставляет. То есть автоматически принимаются эти безумные решения, да? Все примется автоматически, вплоть до того, что соединятся вместе с христианством, пойдут на Иерусалим, завоевывать Иерусалим, как во время крестовых походов. Но мы же не сойдем с этого места. Это же понятно. Никто же нас отсюда не сдвинет. Выгонят. Вполне возможно. Если мы не будем соответствовать этому месту, то, естественно, законы природы, силы природы будут действовать таким образом, что мы оттуда должны будем... Кто сможет убежать, а кто нет, погибнет. А кто сможет, станет исламистом. Ну тогда еще раз, чтобы мы уже завершили эти новости. Может быть, мы все-таки положительно завершим. Какое-то последнее ваше слово. Последнее мое слово – это то, что написано в Торе. Или мы соединяемся вместе, еврейский народ, и показываем миру, как надо вообще соединяться, что в этом объединении есть спасение вообще всего мира. Не от ислама, а вообще. Следующая ступень его подъема на следующий уровень существования. Таким образом мы выходим из общего кризиса, из мировой войны и так далее. Или мы действительно уничтожаем себя, Европу, мир в мировой войне. И, в общем-то, мы приводим мир к этому. То есть вся ответственность на нас. Вся ответственность на нас. И все исправление на нас. Это вы так положительно заканчиваете. Это, я считаю, нет. Это ставит нас перед выбором. Что же мы будем делать? Я не говорю о мире ни о чем, потому что нет у него свободы воли. А у нас такие свободы воли, и мы должны ей пользоваться.